итак вы видите фотографию которую я делал в саду у своего друга 8 лет в зал когда вырастет улицах тоже самое я обратил внимание что они не просто лежат в таких вот таких вот резиновых покрышках я их много по улице идешь они в каждом дворе в каждом я не преувеличу и везде мертвые то есть они уже пустые свое время деревни у них они так остались лежат потому что они не мешают и дворником никому иногда растет у них кустарник а деревья все сгнили все пропали вот посмотрите в своих городах счет идет на миллионы покрышек садах стало меньше знать почему потому что с каждым годом все меньше людей вспоминает то страшную статью где человек первый научил нас всех я тоже учился 8 с каком-то году популярнейшем журнале красивые покрашенные покрышки у них деревья а то что дальше у них точно не знает что они дальше все наверняка погибли никто из этого не знает у нас не принято отслеживать вот посадил давайте теперь через месяц через два письмо фотографию как дела как у вас покрышка растет давно бы знали правду но правду до сих пор знаю только один человек по крайней мере один человек вопиет это я самый знаменитый известный в россии раскрученный плодопитомник посадил абрикос вот так вот чем думаю я там был я им лекцию читал я пригласил этот самый и ранний директор я не называю название питомника и так подыхает я скажу вот и все равно не они говорят название говорил выступал показывал в душе толку то вот это соседа ну а как же дерево сдохло а шина так и лежит миллионах покрышках дают деревья по всей стране покрасить покрышки не забывают это стало сердце городской среды ладно а почему я так придираюсь вот смотрите дерево видите которое называется выкрасить и выпросить она умирает вот и вот тут я при прикопался хозяйке хозяйка уже не помню а что у вас тут шины делают может что шиномонтаж что ли в саду мастерская а или для этого они были предназначены чтобы в них садить удобно поливать хорошо быстрее сгниют зато мучиться не надо магазин и все а прежде чем сгниют посмотрите что делается но я не говорю что здесь шина это незаконченный разговор потому что вот смотрите ну что это такое значит я когда именно вот эти фотографии дали мне право утверждать следующее замена побелки на покраску задурили всю страну 3 эпохи вот жалко что это так у меня случилось прервалась связь с автором потому что или еще ниже погодите сейчас помню а так давайте по порядку значит я когда увидел и сказал человеку что это страшная ошибка вот это вот побелка покраска если побелка еще можно как-то вот каким-нибудь ацетоном как-то оттереть а если эта краска то уже хрен случилась страшная вещь страшную вещь вот это все но видите популярные товары акриловая краска для де для чего для деревьев вот это не все по тысячи рублей две тысячи рублей вы представляете две семьсот тысяча рублей помните когда я говорю что это сама вы берете покупаете эти колонавит яблони саженцы да и каждое яблоко обойдется в тысячи рублей я не привлечу нет чтобы убить дерево нужно потратить две тысячи 700 рублей 900 рублей 300 рублей вот поняли да и тогда я еще это целая индустрия краска акриловая для деревьев состав и вот это все для вас ребята чтобы вы все это купили и не просто быть вот эти люди да нажмешь вот сюда вот на треугольничек и вот целый фильм целый фильм и вот будут красить деревья наверное смерть красить заметить акриловая краска акриловая краска вот садовая краска вот акриловая краска но это с ума сойти они вот эти знаете что они придумали вы думаете специально для деревьев не это же до подняться сосудовской работы это легко изменить вот научить обмануть заставить ну что еще добавилось вообще пояса помните как она это вот эта дама как она боролась чуть выше минут 20 30 лет назад я вам показывал как она боролась с этим с муравьями с помощью ядов теперь она еще лучше пой теперь вы будете ловчими поясами это углубленный способ главное не пустить муравьев на умирающие деревья вот и способы простые больше делать нехрен я вот тут вот взял а так как опять получилось грустно опять брат прав я меня все время тянет на критику я решил разбавить анекдотом про хэн-шуи вот это для его девушки жаль что ты никогда это не увидишь мы живем разных мирах ты не смотришь мои это самое я тоже бы не увидел бы твой фильм этот чуть не сказал матерное слово если бы брат не присылал такие на разборку вот и так вот это посмотрели и сейчас я вам про хэн-шуи расскажу анекдот может быть рассказывал может нет может быть слышали но вряд ли многие вот представьте себе и вы поймете хорошо бы она увидела и поняла бы это вот и так значит ну представьте себе дом старый-старый капитальный дом дореволюционной постройки в нем в наше время солидная фирма присутствует вот значит ну и однажды там текущая работа идет обычная работа там значит и баба там Маша или баба Марья это очень пожилая женщина моет полы вот заходит несколько человек очень умным видом независимым руках какие-то планы у них так все выйдем мы начинаем перестановку мебели по фэн-шую чего-чего это как по фэн-шую а вот так значит раз ваша фирма значит у нее падают доходы значит мы сейчас по фэн-шую переставим мебель и все будет нормально бабушка это слушала-слушала и сказала вы знаете до эволюции это был публичный дом вот и когда в нем в публичном доме падали доходы то значит руководство не мебель не кровати переставляла а в людей меняла а как хочешь так и принимай на свой счет но прекращай губить и вот этим самым прекращай губить муравьев прекращает дурю маяц уже которая по счету попалась меня даже критиковали разве можно смело убежать с нами а убивать вы хоть знаете что такое муравьи цивилизация по уму по разуму не уступает нам ни в чем я столько рассказывал про них с огромным уважением и чем буду рассказывать вы думаете что вы творите ну ладно действительно враги или дерево или муравей и то бы я муравей бы не трогал потому что это разумная цивилизация только вся беда что мелкие силы ой боже 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 ну что по фальшую надо менять вместо фальшую надо менять поняли кого так а вот это менять не надо Елена Савельевич это ее работа помните я хвастался золотую медаль получила на Петербурге вот ну не пропадет умница ну понимаете так умеет делать а я так не умею вот так вот ну вот это вот деревья у меня таких фотографий я все время жалко не накопил у меня я их видел в десятках чужих садах они в наших садах они не знали что такое обрезка деревья вырастали 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 достигали 5-6 метров ломаться не ломались их же никто не калечил из калечия деревьев теряют прочность вот почему где мороз проходит и убивает внутренности а они этого не знают Обрезка на кольцо, обрезка на кольцо, обрезка на кольцо, обрезка на кольцо И так тысячи раз научили И вот таких вот, к сожалению, мало фотографий Вначале растет вверх, потом заворачивается, растет вниз и вот так вот упирается в землю И никогда не упадет Почему я выбрал эту фотографию? Да, у меня их немного Есть еще фотография ценнейшая от Боднера Вот Ну и так, там где-то есть фотография, там где-то есть, но мало Но вот она, сам принцип Дело в том, что То, что я скажу, это очень важно Очень-очень важно Почему я борюсь с этими самыми Высокими штамбами Изувеченными 10, 20, 30 цветок отрезают Считают, что ну не может быть дерево без штамбок Кто им это сказал? Когда им били в голову эту глупость Дерево не знаешь, когда отращивают нижние ветки Так вот, в Москве произошел страшный ураган Впоследствии вы знаете Два смертельных случая от упавших дерев Десятки раненых Сотни искалеченных машин Но я им сочувствую Потому что для меня Очередно расскажу Для меня город Это смертельная ловушка для людей Это еще хорошо Когда однажды Случится Такое, что не будет электроэнергии Прямо зимой Вот Города вымерзнут Кто-то там Печку, буржуйку быстро В мастерской кто-то ему сварит И он форточку выставит, трубу И будет, как в рассужденном Ленинграде Топить печь Деревья быстро исчезнут Вот эти, которые Во дворах их выпилят Быстренько И милиция мешать не будет Когда будет город замерзать Ну это капля в море Будет топить Этими томами Библиотечными вещами Все равно никто не читает эти книги Если у вас еще есть книги Не встанетесь выбрасывать Вы потом будете жечь Как в Ленинграде вас с орденом Кому-то и жизнь спасет Большая часть Ленится в сельские местности Там, где можно Это Русская печка Печка Буржуйка Любая печка Заброшенные дома Быстро захватят Помните мы С чего я начал А это продолжение разговора Можете бы сейчас Застолбить Если уж Двести кадров от Москвы Ставят пустые Дома брошенные Или Которые Может быть Чуть Выглядит Получше Может купить За небольшие деньги Вот И вот это все Еще не все Вот И вот эти сады Их вокруг Москвы Зацепило же Московскую область Все Вокруг Миллионы деревьев Упали Плодовые деревья Про городские Вы знаете Показывали Страшные картинки Показывали Раздавленные машины Показывали Как из Спрыщенных машин Доставят людей Вот Тоже Тоже раненых И даже Это Мертвых Было А что делается Мы садоводах Что делается Вокруг города Вокруг мегаполиса Дачи Дачи Миллионы дач Вот Там Разгуляться Стихи Есть Где Там Деревья Падали Как спички Я не знаю Этого Я не видел Ни одного Сюжета Не показывают По крайней мере Я не видел Но я и так знаю Метровый Стамбр Рычаг Архимеда Хрупкие Как эти Сейчас Мне идет Там Была одна Патриархия Специальная Я чуть позже Хотел Рассказывать Вот она Это ураган Был в моем Саду У меня было Два урагана Я один раз Рано Не рано Я вовремя Снял пленку С этих С прививок У меня там было Штук 500 деревьев Тогда На продажу Вот Сегодня пленку Снял А завтра Собрался Коля прибивать И Вот это Как раз Между Желанием И действительностью Прошел Ураганный Ветер И у меня Упало 20 или 30 Немного Но лучших Самых Высоких Саженцев Яблоня Прикос Самые Высокие Они к этому Времени Киеве Достигли Метра И больше Киеве То есть Я снимаю Пленку Запоминайте В середине Киеве Вы меня Спрашиваете Я ответил Вот А еще Был ураган Другой У меня Двойное Дерево Две Прививки Старался Сэкономить Вот Заялиска Упала Вот У Боднера Выпросил Веточку Но так Обидно Было Вот И с тех пор У меня Сейчас Есть Пару Прививок Где Пару Прививок Что Такое Когда Мне Оставят Покон Нет Оставят Так Ладно Отвечу Позже Значит Смотрите Что Получается Есть А Штамп я Железом Не делал Он Сделался Сам Вот Он Сделался Сам Точка И Получается Что Не Выдержал Ураган А вот Второе Деревце Видите Это Суслепское Вот Это У меня Память Избирательная Но Тут уж Я Ошибиться Не могу Вот Значит Это Суслепское Второе Дерево Оно Осталось Живым Не упало А это Все Вот так Росло Общий Корень Вот так Вот Все Понятно У меня Я Потом Специально Мне Дали бы Грант Чтобы Я мог Уже Не этим Заниматься Продажи Выдавить Это Легко Продажи Эти Косочек Черенков И Прочее И Мне Сделал Уже Для Будущих Школьных И Университетских Программ Я Подобрал Фотографии По Принципу Посмотрел До Самых Тупых Студентов Так Как Памперсники У нас Теперь Преобладает У нас Теперь Очень Много Тупых Молодых Людей Я Не Преувеличиваю Вот Но Я Хочу Создать Программу Когда Текст Будет Это Второй Этап Первый Этап Я Выбираю Несколько Сотен Фотографий Которые Расшифровывать Не Надо Уж Тут Если Уж Он Этого Не Поймет Сам Тогда Он Вообще В Суд Поступал Понимаете Вот Вот Это Я Хотел Сказать А Теперь Возвращаюсь Там Где Был Нормально Вот Это Вот Итак Такие деревья Трудно Свалить После Моего Вот Эмоционального Брат Прости Что я Продохло Ословуши Про Подмосковье Где Тысячи На Какие Тысячи Я уверен Что Миллионы Деревья Упали Но Они Не Могли Не Упасть Они Все Искалечены Они Еле Живы Тем более Еще и Привиты Не Дай Бог Возвращая Возвращая И Тогда Идем Дальше Вот Такая Должна Быть Форма Крона Вот Такая Вот И Ничего Страшного Что Оно Росло Вверх Потом Растет Вниз Надеюсь Доказательнее Я Про этот Спорт Я Еще Расскажу Когда Я Уже Пошла Третий Миллион Наученных Людей Унистяжать Деревья Делайте Вот такие Раны Оно Все равно Заживет Понимаете Человек Который Не выросил Которого Не могло Зажить Надергала Этих Фотографии С интернета Получилась Логическая Цепочка И Ангельский Голос За этим Голосом Можно пойти Пойти Как Задудочка Эта Крысолова Помните Который Крысу Утопил Пруду Вот Такой Ангельский Голос Она Все Может И Все Спасибо Спасибо Сотни Сотни Спасибо Один Железо Взял И Вот Такой Кусочек Фирмы Выставил Среагировала Полевкина Вот Это Главный Враг Садово Дел Вот А Что Как Это Можно Обойтись Без Обрезки Если Тогда Эти Плоды Будут Лежать На земле И Гнить Как Это Не Обрезать И Вот Она Когда Показывала Эти Схемы Режет Год Режет Третий Год Режет Четвертый Год На пятый Год Берет Все Лишнее Как Вырезает И Получилась Копия Того Что Было На третий Год Тот Сам Получился Схем Я Показывал Я Издевался Над Ней Думаю Вдруг Поймет То есть Два Года После Этого Искалечило Скалечило И Теперь Получилась Та же Форма И Такой Размер Как На третий Год А Прошло Еще Два Года И Появилось Десятки 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 Ран Тоже Дерево Но Уже Изувечено И Масштабы Вернулись К прежним Нет Нельзя Без Этого Потому Что Оказывается Будут Ветки Склоняться До Земли И Будут Плоды Гнить А Где У тебя Будут Эти Плоды После Такой Обрезки Это А Я Фамилию Открыто Называю Как Можно Не Назвать Фамилию Человека Который Научил Миллионы Людей Убивать Деревья В Прямом Смысле Так Ну Дальше Идет Так Ирина Александровна Извини Сейчас Не о тебе Речь Об этом Дереве Это Тот же Самый Назовец Слегка Преобразился Чуть Чуть Покраснел Вот Значит Это Просто Обычное Дерево Которых У меня В саду Ну Такой Молодежь Я не Выпиливал А Которые Старшие Товарищи Которые Пять раз Больше И урожай И размеры Пять раз Больше Те Я В 15 Выпиливал Вот А почему Я его Показываю Сейчас Поймете Вот Дело В том Что Вот Здесь Вот У меня Особое Место Вот здесь Пень 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 Вот эти Деревья Были Выпили Я вынужден Показать То что Не Выпиливал А те Выпиливал А они До этого Дали Такое Урожай Что Я 150 Банок Собрал С Костиком 150 Это Четверть Миллиона Костик Вот Так А вообще Собрать Не мог И вот Теперь Такая Картина Вот Такая Картина Вот А Это Дом Выпиливания Вот Они И Сыпались 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 Вот И Дальше Дойдем До этого Места Потому Что У меня Заканчивается Время Смотрите Самую Суть Осталась Вот Это Я Когда Косил Вокруг Это Я Вставил Это Уже Свежее Это Был Прошлый Год Я Несколько Тысяч Скосил Вы Видели Я вам Показывал Плакал Но Косил Вот Никому Не Надо Удалось Продать С помощью Юли Штук 20 Вот Они Рождут Плохо Жара Тем более Большая часть В траве Росла Вот Косины Они были Где-то По колено Где-то По 300 Рублей Она Собрала Три Или Четыре Посылки Это И Все В этом Году Мне опять Нервы Не Выдержали Я Потом Покажу Оставшие Другие Фотографии То есть Они Опять Подрастают И Опять Я их Поглял А потом Я их Скажу Как Прошлогодний Скатил Почему Заказов Не Предвидится Ну Я же На Вебинарах Показываю Ну Представьте Себе Что Я На Прошлом Вебинаре Я вам Показывал Другую Фотографию В другом Месте Ну Эти Самые Маджурцы Сыновя Маджурцы Реакция Ноль Я Хожу Хожу Вокруг Бензокосой Ну Ладно Еще раз Это Еще раз Не стал Косить Вот Ну А что Будет Дальше Посмотрим Сейчас Дойдем До этого Места Не Дойдем Значит Ну Теперь Понятно Что Я имел Ввиду Вот Ну Вы Поняли Есть И Запуск Язык Вот И Запуск Язык Вот Вот Эта Фотография Тоже Будет Представлена В числе Тех Которые Должны Учить Видей Сами Даже Без Комментариев А Комментарий Это Сколько раз Было Вот Мудрые Из мудрых Умные Из умных Сказали Так Это Уже Ни один Ни два Это Стало Уже Чуть Лени Притчей Значит Так Как Дерево Рано Или поздно Покроется Трещинами И Насчет Болеть Давайте Мы Что Сделаем Заранее Скалечим Его Пододелываем Эти Самые Трещин И Тогда Это Называется Профилактика И Тогда Оно Болеть Не Будет Я Смотрю На Это Мне Фотографии Присыл Кто-то Из Вас Друзья У меня Есть Другие Фотографии Они Настолько Помните Сад В этом В городе В городе Там Где Меня Вызвал Этот Самый Хозяин Сада Так Беря Потом Это Аскиз Потом Вот Все Хоть И фильм Снял Хоть И Статью Написал Вот Чак Берет Два Назад Найдите Статью У меня На Сайте Сейчас Скажу Ну Может Походу Вспомню Там Сам Хозяин Начитавшийся Этих Афтеров Специалистов Своими Руками Купив Несколько Тысяч Саженцев В разных Витомниках Своими Руками Делал Вот Эту Самую Раду Причем Совершенно Молоденький Дерев Вот Толщина Дерев Представляете На них Вот Океан Представляете Страшнее Ничего Не Придумать То Вот Эта Фотография Тоже Пройдет Куда Тоже Пройдет Туда Вот Или Это Можно Назвать По-другому По-разному Можно Назвать Пойда Натерных Слов Значит Горская Реальность Вот Это Как Посадили Все Верту А почему Он должен Верту Посадка В яму Вот Это Самое Начинается Гниение Самосовое Гниение Я открыл Страшную Тайну Саиногорска Страшную Тайну Когда Прям Бог Меня Послал Ну Случайно Разговаривал Со Случайным Чеком Вроде Говорили Ни о чем Потом Оказывается Он Это Садил А почему По две А погибает Часто То есть Каждую Посадочную Яму Он Садил По две И даже Руководил Один А уже Видите Что Уже Умирает Этот Самый Совсем Молоденькая Совсем Молоденькая Вот она Ближний план Смотрите Внимает И Сильный Смотрите Сосна Умирает Вот Здесь С вашей Раны Видите Считайте Что она Сама Образовалась Скорее всего Ее Косой Призанули Вот По такому Принципу Садил Две Место Одной Вот Это Наш Уровень Так Называем Зеленое Насладение Это Городская Среда Это Городская Вот Это Я не Мог Ну Еще Заканчивается Осталось 15 минут Елена Александрова Савельевич Еще раз О ней Пару слов Вот Она у меня Где Она у меня Нет Ой 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 Она у меня Хи Хи Вот Здесь Вот Вот Еще раз На нее Посмотрим Вот И У нее Сегодня Завтра Предзащита Может быть Имея Еще плюс Со всем Достоинством Этого самого Звания Кандидата Наук Может Даст Бог Все-таки Чтоб Она Не торговала Самодельной Этой Изделием Как она Называется Уже Забыл Вот Посмотрите Какой У нее Диплом Не Диплом А Защита Сортовая Индивидуальная Изменчивость И отбор Абрикоса Обыкновенного Для Озеленения В условиях Юго-Средней Сибири Представляете На что Замахнулось Вот Этот Человек А теперь Представь себе Вот это Вот видите Умирающее Все Сегодня Какое Хрен Озеленение Она Получится Кандидатскую Десятаж Куда Наденется Она Это Президентская Это Стипендиатка Красный Диплом Сотни Научных Работ Я вообще Поражаюсь Откуда Она взялась Вот В смысле Как Как Такое Могло Появиться Хотя Конечно Появилось Появилось Вот Пожалуйста Вот Я научу Руководить Римма Никитична Вот Спасибо За Это За Такую Она же Кровь Еще Ей Принадлежит И мне Как Своим Руководителям Вот Полностью Иметь Абсолютное Знание Научное Она же Агроном Университет Закончила Агроном А потом Десятилетняя Школа Ужерезова Вот Как это Можно Собвестить А вот Пожалуйста И сортовая Изменчивость Это Наука Отбор Абрикоса Для Озеленения Это Столько Надо Знать Так Наверное Мы Дальше Говорить Не будем Вот Это Наверное Уже Будет Следующий Сейчас Чуть-чуть Перед Забегу Это Будет Следующий Вебинар Вот Надо Все Это Знать И как Ошибки И как Не Ошибки Поехала Задерну Нарезала Привезла Обложила Ход Сама Догадалась Сама Мне Так Это Породило И так Неудобно Земля Пересыхает Поливать Не очень Удобно Вода Скатывается Я Кстати То же Самое Сейчас Так же Матерюсь Я Ношу Воды Лейками Потому что Колодца Она Холоднющая Вот А я Беру Это Из этих Избосик Теплую Таскаю И таскаю В дикую Жару Потом Сердце Останавливается И точно Так же Полив Сверху Холм Сверху Облил На данный момент Кто вы Вот Сами догадались Но наверное Вот такая фотография Обязательно Войдет В этот самый Фонд Фотографии Которая Не надо Даже Учить Вот Вызвали Студента К доске Или Этого Самого И сказали Ну как Говорим Что на фотографии И он должен Сказать Холм И так далее И обязательно Нарезанное Заранее Дерн И пошло Поехало А дальше Еще вот это Пожалуй Я на это Не это Значит Вот это вот Очередной Очередная статья Их много Значит Вот эту статью Я приветствую Хотя бывает Человек просто Переписывает Одно и то же А сам В жизни Ничего Не вырастил И это Может быть То же самое Может он Все это Слямзил С этого Просто С интернета С публикацией Вот Но Я бы Благодарен Этому человеку Хотя бы За то Что Вот за эту Фразу Активно Из тех Приводных Веществ Которые Повышают Потенции Вот Пусть даже Если это Плагиат Все равно Благодарю За это Вот Вот вам и онкология Вот вам и потенция Вот Слабый мужчина Это горе За женщину Чтобы вы знали И болезни Женщины Потому что Мужчины Слабые И хоть бы Вот так Бивали бы Башку Всем мужикам Которые Кроме воски Ничего не знают И дивана Вот это Слабый Мужчина Это болезни Женщин Здесь Взрослые Люди Вы все Прекрасно Понимаете Надеюсь Ну а дальше Вот этот Самый Амигдалин 18 Кто считает Что это Миф Кто Вот это Цитирует И правильно Цитирует Лучше Перестраховаться Но я Уверен Что Значит Что вот Этот Доктор Не может быть Мне почему-то Кажется Ну почему Нас не любят Любительское Соноводство Ну представим У каждого Во дворе Растут Эти же самые Яблоки Вот растут Абрикосы Растут В каждом дворе Значит Кто-то Не смог бы Заработать На чем На саженцах На этих Это самое На этих же Статьях На фильмах На этих С лайками На этих На привозных Отравленных Фруктов Не мог бы Заработать Может это Все специально Делается А Ну тогда Получается Что если В каждом Саду Будет Эти самые Расти Абрикосы И плодоносит В каждом Саду В каждом Уже давно Было бы Но научили Людей Убивать 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 Калечить 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 Калек Привозят Ладно Привезли Здоровые Саженцы Везут За 3-9 земель Привозят Их Садят Они Даже Не Просыпаются В самом Случа Весной Не проснется Следующий Все равно Не проснется Где бы Были бы Тогда Нукологические Заболевания Если бы В каждом Дворе Были бы Эти абрикосовые Косточки И абрикосов Мякоть Это же все равно Это одно и то же Если бы дети Объедались бы Этими самыми Абрикосами Я же не говорю Про косточки Которые якобы Это Нужны Косточки Косточки В борьбе С онкологией Вот Да просто Компоты Соки Варенье Эти сухофрукты Все Все Чтобы круглый год Ели Ели Но не могло бы Столько онкологии Она же все Растет То же самое Ну кто не знает Что онкологически А кому-то это У кого-то это Прекрасный доход Пока сам не заболел Все Выговорился я Друзья Выговорился Дальше не могу говорить Сейчас мы с вами Переходим Туда Где можно уже По крайней мере Можно Уже Общаться Не просто Выслушивать Мои Нотации Вот Еще раз Где эта книга Еще раз Когда-то Все это будет В виде книг Нужен талантливый И нужно Обязательно Чтобы человеку Дали грант Тогда несколько Таких книг Они повернут Все И тогда будут Абрикосы В каждом саду А Савельич Вот эту Прекрасную Девушку Женщину Я бы Обязательно Назначил Ведущей Канала Садоводческого Сразу Сразу Миллиона Переучила За год А это Уже Студенту Обязательно Чтобы Перестроить Всю работу В этих Самых НИИ Всю работу В этих Самых Как Называется ГСУ Везде Надо Все Переделывать Потому что Направление Селекции Идет Абсолютно Неправильно Ненужное Бесполезное Бессмысленное Только что Это все На сегодняшний день Технология Бессмысленная Ну знает Савельич Знает Железу Знает Нас Узкий круг Который Мы давно Стали Специалистами Только Уже Все эти Фамилии Повторять А кто-то Уже На том свете Не успел Ничего Сделать Толком До стороны Добиться Гордиоза Успеха И умереть Что это такое И опять Никому не надо Дать бы Этому Самому Проценка Грант Сколько бы Таких книг Получилось Чтобы он мог На этом Зарабатывать Я не говорю Что сегодня Сейчас Курьером Работает Человек С таким Талантищем Вот это Редактор Это каждый Может по вашему С таким Талантщиком Курьером Работает Чего-то Разводит Это Вот Савинич Постелой Торгует Железов Сергей Сидит На кране И когда Это Кончится А Более-менее Мой брат Востребован Его Но его Стребован Ему же Надо Тоже бы Неплохо Хочешь Копейку Иметь За За Бесконечную А это что Ему на пользу Сидеть Сутками За Компьютером Монтировать Мои Фильмы Выговорился И Кажется Ну что брат Будешь меня за это ругать Но я тебя заодно Это Так сказать Я тебе сказал Морцы За то что я опять Шашкой Бахнул 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 Бахнул